Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул Сергей Зелинский. Его хотели выгнать еще на прошлой неделе. Но тогда Сергея спас своим уходом другой новенький участник Николай Устимов. Марина Африкантова подала в суд на Дарью Сухорученко за то, что та лезет в ее отношения с Ваней Барзиковым. У Даши серьезные намерения, она хочет отбить парня у Марины. Девушка пишет, Марина говорит, что ей симпатичен Барзиков и она его мне не уступит, но ей никто не верит, а я всегда добиваюсь своего. Барзиков же уверяет, что ему нужна только Марина, а Даша просто хорошая подруга. Также Марина просит совета у подписчиков. «Любимые, посоветуйте, как быть с Ванечкой. Он хочет все и сразу. Я про заселение. А я говорю, давай продлим наш конфетно-букетный период и узнаем друг друга получше. Ванюша дал мне 24 часа на раздумье. Вразумите его». На поляне состоялся суд над Димой Дмитренко. Вердикт – 5 суток изолятора за то, что он ударил Олю Рапунцель. В ближайшее время Дима вылетает с Сейшел в Москву сразу в изолятор отбывать свой срок. Дима раскаивается и прощается с Рапунцель. «Моя девочка, моя гордость. Я не прав, что ударил. Понимаю, что мужчина не должен применять физическую силу, а решать проблемы разговорами». Как вы помните, Глеб Жемчугов тоже находится в карцере. Он не унывает, устраивает дебуш и пишет заявление на людей, которые его оклеветали. Требует справедливости. Многие зрители возмущаются, что приговоры проектного суда часто оказываются несправедливыми. Продюсер Алексей Михайловский рассказал об изменениях. Голосование станет зрительским через ТНТ «Клаб». Также организаторы проекта приглашают зрителей на роль присяжных заседателей. В городских квартирах состоялись съемки очередного этапа конкурса «Человек года». Каждого конкурсанта привязывали к металлической конструкции в виде круга и раскручивали. Перед этим им в одежду накидывали червяков, личинок, тараканов, пауков и прочих насекомых. Так, например, Стеллу Мунасыпову привязали к крутящемуся колесу с пятью огромными мадагаскарскими тараканами под одеждой и с двумя живыми рыбинами. Саше Козиас завязали глаза, посыпали ее льдом и пустили по телу змею. Оля Жемчугова даже заплакала, когда увидела большую чашку, полную личинок. Ей мазали этими личинками лицо, руки, засовывали под купальник и в конце высыпали их на голову девушке. Татьяна Владимировна Африкантова продолжает поднимать зрителей на бунт против нечестного голосования и махинаций с голосами зрителей в приложении ТНТ Клаб. Она пишет, обращайте внимание на то, за кого голосуете и через некоторое время проверяйте результат. Он может быть совершенно другой. Поднимайтесь и пишите в официальный сайт. Я знаю, что я могу быть неугодна руководителем заворошения осиного гнезда, но не хочется быть быдлом. Продюсер проекта ответил на это женщине. Татьяна Владимировна, вы чушь-то не пишите. Ольга Жемчугова тоже прокомментировала нападки Африкантовой старшей. По поводу некоторых личностей, которые говорят, что голоса накручивают в мою пользу специально, идите лесом. В любом случае, выбор за телезрителями. Бывший участник проекта Егор Халявин поддерживает в конкурсе свою бывшую девушку Марину Африкантову. Он агитирует своих подписчиков голосовать за нее и даже отправил ей на поляну букет. Правда, букет ему достался бесплатно за рекламу. Саша Харитонова отказалась дальше участвовать в конкурсе «Человек-года». Вместо нее в строй опять встанет Настя Волынец, которая вылетела из конкурса во втором этапе. А у Саши проблемы со здоровьем, узлы на связках. В сентябре ей будут делать операцию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.